Девять предприятий и организаций Ленинского района города Бреста выставили свои команды для участия в турнире по мини-футболу, посвященному столетию со дня рождения Петра Машерова. Организаторами соревнований выступили районная администрация, БРСМ и объединение Белая Русь. Помимо традиций спортивных, которые поддерживают наши предприятия и мы вместе с ними, конечно важно, что молодежь узнает историю своей страны, прошлое своей страны, потому что без прошлого нет настоящего. И личность Петра Мироновича Машерова как раз одна из тех, которая даст те знания о нашей стране в те годы. Команды играют по круговой системе по три команды в трех группах, выявляя сильнейших и набирая очки для выхода в полуфинал. Уровень довольно-таки неплохой, потому что даже ребята с Промбриса, которые с особенностями, показывают, что они все-таки разбирают какие-то тонкости мини-футбольные. Уже видно, что, наверное, до этого тренировались, где-то играли. Первая игра показала неплохой уровень. Играла команда Санта-Бремор и команда Брестского котельного хозяйства. Ребята неплохие, уровень неплохой. Вместе с тем наиболее острая борьба развернется ближе к финалу, когда в группах определятся фавориты. Среди них команды Брест-Энерго и районного отдела внутренних дел. Стараются не отстать от лидеров и спортсмены Брестского котельного хозяйства. Мы очень рады участвовать в турнире. А развитие спорта и физкультуры – это вообще для молодежи большое дело. Не надо забывать, что такое физкультура и спорт. Поэтому это воспитывает человека, делает его правильным, физически развитым. Ну и на котельном хозяйстве очень много делает для спорта и физкультуры. Финальные игры соревнований пройдут на базе Брестского колледжа сфера обслуживания. Какая из команд завоюет кубок турнира, посвященного Петру Машерову, и станет первым чемпионом нового сезона, определится 13 февраля.